Добрый вечер друзья сегодня опять в Одессе спокойно праздничный день суббота народ в городе отдыхает и новости Одессы за сутки очередной товарищ был заблокирован у меня на страничке время от времени я же вам рассказывал что попадаются какие-то неадекватные товарищи которые не читают условий моего блога не читают правила не читают новости по Одессе видимо вообще даже не интересуются то что пишется в интернете на официальных сайтах правительства и так далее и в общем короче товарищ написал что мой канал про путинский и я рассказываю о том что у нас борьба с чиновниками идет или проходимцами какими-то в то время когда наша страна находится под агрессией российской федерации то есть по его мнению нельзя рассказывать вслух о том что у нас какой-то чиновник проштрафился кто-то берет взятки кто-то ворует на своем рабочем месте но в очередной раз напоминаю таким товарищем которые думают о том что если это все умалчивать то все будет хорошо что эти новости дают сами же структуры которая борется с этим с этим безобразием на своих сайтах поэтому такие друзья которые вот такие вещи пишут пожалуйста заходите на сайты полиции государственной дбр с и там вы все это же самое прочтете так что когда будут вот такие вот очередные друзья на моем блоге они будут тут же блокироваться скорее всего это обычные провокаторы переходим к новостям на одесской книжке тоже стала традиции снова был концерт снова играли музыканты на балконе и на книжке и средства собранные от этого выступления пошли на на всу одесская мускомедия сообщает что наконец-то 7 августа будет открыта мускомедия и будет уже так же как и в оперном театре показ представлений но ограничение одно сейчас 450 мест максимум потому что это ограничивается количеством мест которые могут быть предоставлены людям в бомбоубежище поэтому мускомедия начинает работать репертуар театра можете посмотреть на сайте театра несчастный случай произошел сегодня в афине найти есть такая у нас галерея афина на греческой площади там женщина то ли не удержалась то ли решила покончить жизнь самоубийством но короче женщина сорвалась с пятого этажа к сожалению спасти ее не удалось еще один неприятный случай на 6 станции черноморской дороге компания в каком-то баре сидела что-то праздновали и видим это праздновались до того что решили немножко повеселиться и бросили в проезжающий мимо трамвай бокал от пива слава богу никто не пострадал но стекло разбито к сожалению этих товарищей не поймали ну это что сегодня было в одессе в оперном театре сегодня был на представлении сегодня была у нас флория тоска это опера пучини вот очень здорово очень хорошо играли артисты и часть фотографий я скорее всего завтра вам покажу так что это было очень хорошо и что интересно сегодня как раз когда я шел через полирояль я подошел к оперному а там как раз была маленькая такая мини-выставка нашего оперного и на ней на этом мини-выставке выставляли мои фотографии которые были в театре во время моей персональной выставки зимой так что можете посмотреть в полирояле в арках прилегающих к зданию театра там стоят мои фотографии и сегодня поговорим о полирояле сегодня я расскажу вам историю нашего одесского полирояле сегодня мне сказали что мои работы которые были на выставке зимой выставлены в полирояле но сейчас решил проверить да вот не будет моей работы бы их уже видели слайд-шоу вот и они Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А сегодня, друзья, мы поговорим за наш полирояль. И что же такое полирояль? Изначально полирояль в переводе означает площадь около дворца. Полирояль переводится как королевский дворец. Это площадь, дворец и парк, расположенные в Париже напротив северного крыла Лувра. Ну а в Одессе полирояль – это городской сквер в исторической части Одессы, расположен между улицами Лонжероновской и Екатерининской, переулком Чайковского и зданием оперного театра. В советское время назывался сквером Чарльза Дарвина. Ну и какова же история? Первоначально на этом месте находился военный плац. После переноса места проведения парадов на Соборную площадь территория использовалась как торговая площадь. В 1842 году по проекту одесского архитектора Торричели построены торговые ряды, напоминавшие парижский полирояль и названные в его честь. На территории перед торговыми рядами был устроен сквер с фонтаном «Садовник Людвиг Леклер». Аллеи в сквере были разбиты в символике Андреевского креста диагонально. В 1845 году в секцию номер 9 торговых рядов переехала с Дерибасовской улицы кондитерская «Замбрини». В июле 1889 года кондитерскую посетил Чехов. С перемещением торговых в посаж на Дерибасовской в начале 20 века архитектурный ансамбль торговых рядов был полностью перестроен, а сквер стал одним из мест отдыха горожан. В 1921 году насаждение сквера едва ли не вырубили на дрова. Я уже вам рассказывал в одной из предыдущих серий о том, что был в 1921 году в Одессе голод, и не было дров, не было чем отапливать. И даже из-за этого в Одесском порту разобрали железную дорогу, которая была на опорах деревянных. И все эти вот дубы, из чего там были эти опоры, все это разобрано было на дрова. В центре сквера есть скульптура Эроса и Психеи. Она была установлена в 1900 году. Скульптор Борис Эдуардс. И сейчас скульптура закрыта деревом, потому что думали, что будут боевые действия, и решили заранее закрыть все одесские скульптуры, чтобы их не повредило в случае прилетов снарядов, ракет. В общем, короче, решили заранее укрепить это дело. Полирояль сейчас окружен отреставрированными зданиями. Осталось буквально пару зданий, где там находятся или какие-то то ли брошенки, то ли хозяева решили пока выждать какое-то время, и здания эти не реставрируют. Одно из зданий выходит в переулок Чайковского, а другое находится как раз на Лонжероновской. И как бы ни ездил транспорт по ближайшим улицам, в этом сквере всегда тихо, спокойно, и всегда здесь можно отдохнуть. Так что есть очень приятное место. И в Полирояле, кстати, растут очень древние платаны. И возле этих платанов, кстати, очень многие люди любят фотографироваться, потому что платан играет роль такого красивого заднего фона. Так что в Полирояле сейчас, на самом деле, очень хорошо. Ну вот такая вот история Полирояля. И переходим к разделу фотографии. Позавчера, друзья, в Одесском театре оперы и балета был вечер одноактных балетов. Назывался он «Жемчужины мирового балета». Там, в самом деле, очень интересные постановки, очень красивые наряды, очень хорошо танцуют наши солисты. Так что посмотрите несколько фотографий с этого вечера. Это только малая часть того, что я успел снять. Но дело в том, что я успел обработать только несколько штук и решил вас заранее познакомить с этим вечером. Приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok